Здравствуйте, это программа интервью. Я Татьяна Адонцова и сегодня мы пригласили к разговору директора фонда капитального ремонта Республики Хакасия Антона Иванова. Здравствуйте, Антон Александрович. Здравствуйте. Антон Александрович, начнем с главного вопроса. Какими темпами сегодня у нас идет реализация региональной программы по капитальному ремонту? На этот год у нас больше домов, чем в прошлом. 261 объект капитального ремонта. Работы идут полным ходом. Уже более 90 домов завершены работы. На 104 домах ведутся. Остальные в разной степени запуска. Ремонтируем все и ремонт инженерных систем, и фасады, и кровли. У нас только кровель 96 штук в этом году, 54 фасада, 110 ремонтов инженерного оборудования. В 17 муниципалитетах в общей сложности работы будут проведены. А есть ли статистика, где активнее всего ведутся работы? Города, районы, деревни? Больше всего ремонта у нас завершено в Черногорске. У нас там на этот год 66 домов, на 39 уже работы выполнены. На остальных ведутся. Дальше у нас идет Саиногорск. 23 дома работы уже завершены. И 17 в Абакане. Остальные в территориях. Понятно. А какой процент собираемости взносов сегодня в Хакасии? И влияет ли он на ход, на объемы капитального ремонта? По законодательству уровень взноса не должен влиять на ход работ. Если правительство приняло перед собственниками на себя обязательство выполнить этот объем, он должен быть выполнен. Сегодня мы добились уже собираемости более 80%. У нас почти 81. Есть, конечно, у нас и отставания небольшие в отдельных муниципалитетах. В лидерах традиционно Саиногорск. Более 92%. Дальше у нас идет Абакан, Черногорск, Сорск, Алтайский район. Ну а и среди аутсайдеров это Комунар, Вершина, Тёи, ПГТ, Аскиз, Колодезные, Жемчужные. Ну а как вы боретесь с неплательщиками? Какие меры предпринимаются? Судимся. В прошлом году мы направили больше 39 тысяч досудебных претензий, где дали дополнительное разъяснение, почему это обязательный взнос, для чего собственники платят. Отметили динамику. У нас более 10% собираемость увеличилась после того, как люди получили досудебные претензии. А сейчас у нас больше 60 решений уже в нашу пользу во всех мировых и арбитраже в том числе. Однозначно все судьи понимают и выносят решения в нашу пользу. Но здесь уже жители платят и пении, и госпошлину. У нас только в отношении 8 муниципалитетов мы просудились, чтобы взыскать взносы по капитальному ремонту. Сегодня у нас идет масштабная работа по ввели с 1 июля судебные приказы. То есть мы планируем подать в суд на 32 тысячи собственников. Ну вот прошла информация буквально на днях, что с сентября пеня будет начисляться. Да. Расскажите подробнее, кто получит такие. По законодательству у нас четко определено, что есть месяц на оплату взноса или жилищно-коммунальные услуги. После этого применяются пении в размере 1,3 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. У нас в 2015 году, в первый год реализации программы, правительством было принято решение сначала познакомить собственников со взносом. То есть за что платят. Потому что было большое недопонимание, огромная работа проводилась, чтобы объяснить. Сегодня мы уже завершили ремонт в общей сложности 269 домах. То есть в принципе все видели, на что уходят деньги и каков результат нашей совместной работы. Поэтому в этом году были внесены изменения в наш субъектовый 55-й республиканский закон о капитальном ремонте, где установили четко период оплаты взноса за капитальный ремонт до последнего дня месяца, в котором была выставлена счет квитанции. Теперь у нас со следующего месяца, уже в сентябре, собственники, неплательщики увидят пение в своих платежках. Ну а как вы вообще считаете, вот ваше может быть личное мнение или какая-то статистика есть? Изменилось ли отношение людей к взносам за капремонт? Отношение изменилось, изменилось очень сильно. В прошлом году, в начале запуска самой системы капитального ремонта, мы получали очень много заявлений об отказе, о том, что там где-то кто-то решил, что взнос добровольный, поэтому мы не будем платить. Больше 15 тысяч у нас было таких разного рода заявлений, на каждое мы готовили отдельный ответ. В этом году у нас заявления уже идут, сделайте нам ремонт раньше. То есть приедьте, обследуйте и выполните там не в 2021 году, а в этом году фасад. Вот сегодня Чайковского 15А в Черногорске обсуждали как раз этот вопрос, что установили необходимость ремонта и люди требуют уже, чтобы ремонт выполнялся. Когда ремонтируются целые улицы, когда начинает меняться там не одна, две крыши в городе, а когда 60 домов сделано было, больше 60 в Черногорске, когда 49 в Саиногорске, когда в майны улица Ленина, например, или улица Островского, Щетинкина, мы видим, что отношение меняется и по уровню собираемости. Если взять майну, у них 105% собираемости по поселку. То есть люди хотят ремонта, увидели разницу, поняли, что 25 лет капитально дома никто не ремонтировал, а теперь ситуация совсем изменилась. Ну а с какими трудностями приходится сталкиваться? Самая большая трудность – это все-таки замена общедомовых инженерных систем. Потому что есть уже у людей определенное понимание, что внутри квартиры все мое. Хотя, если идет магистральный стояк отопления, водоснабжения, канализации, он принадлежит всем жильцам, и при капитальном ремонте, если есть протокол собрания собственников, две трети решили делать капитальный ремонт, то все должны подчиниться. Вот с этим бывают трудности. Ну, раньше, в прошлом году мы одни делали капитальный ремонт, сегодня это уже целая система, которая устоялась и работает. То есть мы, прежде всего, подрядчик у нас убеждает людей, почему по проекту необходимо это сделать, не получается, подключаемся мы. После этого подключается уже орган местного самоуправления, не помогает, подключается госжилинспекция, не помогает очень редко, но привлекаем в помощь и прокуратуру. Если уж ни один из вариантов не подходит, смотрим, можно ли завершить ремонт, обойдя квартиру, а дальше уже просуживаемся и все равно выполняем. Потому что человек, не пустив сегодня, он затопит ниже стоящее помещение, и только потом придет понимание, что все-таки трубу надо было поменять. Ну вот, Антон Александрович, именно замена инженерных коммуникаций, наверное, лидирует в программе, вот в объеме, в общем, проводимых работ. Это приоритетный вид работы у нас по постановлению, где применены критерии очередности. И у нас 110 домов по ремонту инженерного оборудования. И я скажу, ни одного дома еще не было ни в прошлом, ни в этом году, где дом в ремонт встал зря. То есть межремонтный срок остальной трубы от 10 до 15 лет. Если там где-то что-то и менялось, то только частями в отдельных квартирах, а в целом состояние аварийное. Ну а как вы отслеживаете в дальнейшем качество проведенного ремонта? То есть есть гарантийный срок какой-то, или вы с комиссией выезжаете время от времени? Гарантийный срок установлен в договоре 5 лет. Ну, строительный контроль мы осуществляем самостоятельно. У нас есть отдел инженерно-технического контроля, где при начале производства работ, когда мы подписываем договор, приказом означает соответственный специалист, как раз который следит за качеством, за сроками производства работ, за применяемыми материалами, за пересогласованиями объемов и так далее. Ну, очень нам, конечно, в этом году помогают жители, которые что-то им не нравится, сразу же позвонили куратору. У нас на каждом доме информационный стенд с сотовым телефоном. Куратора, подрядчика, директора непосредственно, госзил инспекции созваниваются, специалист выезжает и уже на месте решает ситуацию. Также нам сильно сейчас, например, по Саиногорску, по Абакану помогает управляющая компания, которая следит за подрядчиком и своевременно дает сигнал, что контрольное мероприятие по надзору нужно провести. Ну вот в самом начале беседы вы сказали, что в этом году в программу капремонта внесено гораздо больше домов, чем в прошлом. Подрядчиков у нас хватает? В этом году хватает, да. У нас работает стабильно 20 подрядчиков. Четверо новых подрядчиков к нам идут работать из Красноярска, заявляются, из Минусинска. Но на сегодняшний день работают все местные. Причем по Саиногорску работает Саиногорский подрядчик. В Черногорске очень много черногорских подрядчиков. В этом году была большая очень конкуренция. Например, мы объявляем конкурс на 42 дома. У нас один лот, один дом. Можно заявиться на весь конкурс, на один. И вот мы получили, месяц принимали заявки, получили 146 заявок. То есть на каждый дом, по несколько участников. И намного лучше справляются, чем в прошлом году. То есть конкуренция берет свое? Конкуренция серьезная. Ну а скажите, а планы на следующий год уже обозначены? Больше, меньше будет домов ремонтировано? Сегодня подготовлен проект постановления на краткосрочный план на 2017 год. На сегодня там 221 дом, но здесь уже не в количестве, а в площади. То есть дома бывают разные, бывают большие и маленькие. Поэтому по объему строительных работ там тоже немножко побольше, но заходят уже крупные дома. Теперь правительство будет согласовывать это постановление, и мы начнем готовиться к ремонту. То есть это длинный, сложный процесс, который начинается с технического обследования дома. Несмотря на то, что он в ремонте, мы все равно выезжаем с проектировщиками, делаем техобследования, защищаем на муниципальной комиссии. Только после этого проектируем и собираем собрание собственников, чтобы утвердить объем работы. Мы это начнем делать уже в конце сентября. Ну а скажите, пожалуйста, чтобы было понимание, какой дом, то есть сколько лет должен простоять дом? Есть какие-то критерии, чтобы он мог рассчитывать на капремонт? Или это чисто вот от состояния зависит? Критерии очередности есть. То есть первоначальная программа формировалась именно по основным критериям, которые предоставили управляющие организации и органы местного самоуправления. Но это год постройки, прежде всего материал стен, тип кровли. То есть если кровля скатная, один межремонтный срок, если она мягкая, наплавляемая, совершенно другой. Стены непосредственно, панельный он деревянный, кирпичный. Ну и инженерное оборудование. И год последнего проведения капитального ремонта. Всего там порядка 27 параметров, в зависимости от которых у нас присваивался балл каждому дому. И выстраивалась очередность на все 30 лет, исходя из предельной стоимости по виду работ и количеству средств, которые будут собраны в год. То есть сколько соберет Абакан, столько домов у нас первые с максимальным баллом выстроятся. И так на все 30 лет финансовая модель была построена. А где можно узнать людям, когда их дом попадет в программу капремонта? Способов много. Можно позвонить на наш телефон горячей линии, можно посмотреть на сайте фонда капремонта, можно обратиться в муниципалитет хоть по телефону, хоть лично прийти. Ну и мы ведем прием с 9 до 6 в будни, и в любой момент можно прийти и узнать. Ну и у нас в правовых системах 102-е постановление правительства об утверждении региональной программы. Тоже можно взять, посмотреть по адресу своему дома. Ну и последний вопрос, Антон Александрович. Скажите, насчет новостроек люди задают очень часто вопросы. Через сколько лет этот дом будет внесен в список требующих капитального ремонта? Актуализацию программа проходит ежегодно. То есть по мере того, как дома сдаются, они будут входить в региональную программу. Но у субъекта сегодня есть право определить льготный период. Такое постановление у нас было принято. Льготный период определен в 5 лет. То есть если дом сдан в эксплуатацию, он входит в региональную программу, ему назначается год капитального ремонта. И дальше у нас за полгода, до момента, когда закончится гарантийный срок, пятилетний вот этот льготный период, а собственники должны также провести собрание, выбрать способ формирования фонда, либо у нас, либо на отдельном спецсчете, и непосредственно начать формировать фонд. То есть получается, жители новостроек 5 лет не платят взносы за капремонт? 5 лет с момента ввода дома в эксплуатацию. То есть это гарантийный срок, в который за качество отвечает строитель? Все верно. Если по какой-то причине дом есть сомнение, и дом все-таки получает платежки, то на платежке есть наш телефон, звонят специалистам, им дают разъяснение. Если какая-то это ошибка, то просто вносят изменения в базу данных. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok